Очередной перл на программе, в программе Соловьева Даже не перл, очередная тема О чем еще можно поговорить Где еще ущемляют Российскую Федерацию В чем еще мы сильны В чем еще нас унижают и обдирают Произошел, опять же, на вечере Соловьева, друзья Да, вот это вот прям тематика шла Давайте сначала послушаем, там буквально 22 секунды А потом мое небольшое заключение Друзья, с вами Сула и мы начинаем Ну, слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема это Казахстан Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине Границ у нас там... И русских там много И территории там, извините Между прочим, и ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже там Мы ее признали Вот чем дело Нацизм, говорит, может начаться Да, как на Украине Друзья, это все ерунда Потому что главный смысл в его словах был Там ядерное топливо для Росатома Понимаете? Им плевать на вот это все здесь, латиница будет или кириллица Кириллица, кстати говоря, по-латиннице кириллица Вот здесь вот ссылка Зайдите, посмотрите этот выпуск Где обеспокоен один из депутатов, что казахи переходят на латинский алфавит А этот обеспокоен типа из-за нацизма Ерунда полная Он думает о ядерном топливе для Росатома Вот о чем он думает Ему плевать на местное русское население Плевать, потому что ему на свое русское население плевать Вот так вот Все откройте глаза, посмотрите внимательно, что происходит Я вам скажу так Мы должны быть благодарны украинскому народу Ведь если бы не мы Этот нацистско-шовинистский молот ударил бы по Казахстану Понимаете? Мы были бы этой мишенью и целью номер один Если бы не украинский народ Не забывайте этого Оставляйте ваше мнение в комментариях под этим видео Давайте пообщаемся Только прошу вас без оскорблений На этом у меня все Обязательно подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх С вами был Сула Всем пока Салам алейкум Аравидарчи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok